22 января в Одессе простились с Сергеем Пригариным, который скончался в больнице, получив смертельное ранение в результате перестрелки 19 января. Церемония прощания прошла в Доме офицеров. Проводить в последний путь правоохранителя погибшего при исполнении своего долга пришли сотни одесситов. Сергею Пригарину было 27 лет. В правоохранительных органах он работал с 2012 года. 19 января его жизнь оборвалась. Участковый получил смертельное ранение в грудь в перестрелке с преступником Валентином Дорошенко. Врачи не смогли спасти жизнь правоохранителя. Пуля поразила легкая и Сергей скончался в больнице. Проводить в последний путь офицеры пришли сотни людей, коллеги, друзья и близкие. Церемония прощания прошла в Одесском Доме офицеров. Не сомневаясь ни минуты, он сделал все, чтобы обезреть этого преступника, который открыл эту стрельбу. У меня просто слова глубокого соболезнования всем близким, всем родным. Все, чтобы мы помнили о нем, помнили не только сегодня, помнили и дальше. Напомним, 19 января в результате перестрелки в центре города, устроенной Валентином Дорошенко, участником антимайдана и активистом так называемой партии Сталина, погибло трое людей, включая самого стрелка. Еще трое получили ранения различной тяжести, двое полицейских и случайный прохожий. В доме у пророссийского активиста была обнаружена целая оружейная мастерская. Это происшествие взбудоражило общественность. Жизнь сейчас такая у нас, что поделать. Развелось много людей с оружием. Как ты должен заниматься этим? Полиция, правоохранительные органы, полиция должна контролировать это все. Набрали мальчишек в полицию, которых не научили и которые не могут еще делать то, что они должны делать. Очень их жалко, очень жалко и сочувствую родственникам, всей семье, очень жалко. У погибшего правоохранителя остались жена и двухлетняя дочь. 22 января в Вознесенске, откуда был родом Сергей Пригарин, объявлен траур.